Всем привет! Вы на канале Рыбалки. Подписывайтесь на канал, а также не забывайте включать уведомления. Это колокольчик рядом с кнопочкой подписаться. И обязательно поставьте лайк и поделитесь данным видео с друзьями. А также не забывайте писать комментарии, задавайте вопросы. Вам отвечу я или более опытные рыболовы. Все полезные ссылочки смотрите в описании под этим видео. И сегодня в видео у меня обзор катушечки, которую я подобрал под фидерную снасть. Купил ее в магазине. На Алиэкспресс не стал брать, так как руками не потрогать. Там неизвестно, что придет, если честно. Ну, в магазине чуть дороже, но зато я выбрал именно то, что мне надо. И сейчас более подробно об этой катушечке расскажу и покажу ее. Ну и сегодня обзор обновки моей, а конкретнее катушки для фидера. Расскажу, почему я выбрал именно данную катушку. И более подробно ее рассмотрим. Ну, вот такую катушку я взял. О, спрей это то ли фирма. Да, это фирма, скорее всего, это J320FR модель. Взял ее двухтысячный объем. Как вы видите, 9 плюс 1 подшипник. 10 подшипников стоило. Она мне 1700 рублей. Такая катушечка, довольно бюджетная. Подобрал ее именно для фидера. Вот здесь характеристики указывают. Так. Теперь рассмотрим ее более подробно. Ну, вот, собственно, в комплект входит сама катушка. Запасная шпуля. Карбоновая. И схема сборки катушки. То есть здесь вот все детали еще сзади указаны. Где какая деталь. Так, ну, надеюсь, разбирать ее не придется. Шпуля железная и карбоновая в комплекте. Ну, по шпулям, кто не в курсе, вот здесь вот указаны у нее намотки. То есть, какой лески, сколько метров нужно наматывать. То есть 0,15 – 180 метров. 0,18 – 150 метров. Это влазит сходка на данную шпулю. И 0,2 – 100 метров. Я буду 0,2 ставить. Так, как брал я это под фидер, под тяжелый фидер. Также клипсок, кто не в курсе, вот клипсовать нужно. Для фидера это нужно, чтобы одно и то же место кидать. Железные шпули предназначены под шнур. И карбоновая, вот такая, она уже идет под леску. То есть, можно менять или ловить на шнур или на леску по выбору. Если шнур посадите на карбоновую, то будет как бы его резать и стирать постепенно. Для шнура железная шпуля идет. Ну и так же, чем я и руководствовался при выборе данной катушки. То, что ручка удобная. То есть, на защелке не надо ничего откручивать. Вот мы ее нажали, сложили. Сама ручка тоже очень такая, как прорезиненная или резиновая. Она очень удобно крутится. Вот видите, как работает данная катушка. Также основным критерием моего выбора было то, что фрикционно здесь находится. С этой стороны это очень удобно. И данная катушка снабжена вайтраннером. Это нужно, чтобы леску спускать. Допустим, мы ушли, чтобы с рыбы потянуло, чтобы не утащило луточку вашу. Ну и данная катушка довольно тяжеленькая. Она выполнена из металла, вся металлическая. Ну алюминий там и так, какой материал. Довольно увесистая катушка. Вот это тоже послужит ее долговечности. Все работает без люфтов. Пока что. Далее потом уже буду смотреть уже после там нескольких сезонов. После одного там. Стараюсь побольше у нее половить. Сделаю потом вот по ней. И почему я не беру на Алиэкспресс? Смотрел сначала на Алиэкспресс катушечки. То, что в магазине все-таки можно пощупать, посмотреть и выбрать действительно то, что вам нужно. К тому же на Алиэкспресс не особо они дешевле. А придет то, что вам не надо. Вы будете расстроены. Так, ну еще момент. Я особо пока не особо разобрался, пока не ловил данной катушкой. Ну вот здесь вот фрикцион тоже затягивается. Вот как видите. А нижний фрикцион, я так понимаю, это для байтранера в режиме байтранера. Так вот, крутить пошел. А вот в режиме байтранера. Вот он включился и уже потуже крутится. Можно ослабить его. Ну, с этим пока не разобрался. Пишите в комментарии, кто там более опытный. Я впервые такой катушкой пользуюсь. Так, ну вот разобрался. Вот данный рычажок, когда он вверх расположен, то есть он находится в режиме байтранера. То есть вы удочку закинули, и вот верхним вот этим фрикционом ослабляете, или затягиваете, как вам нужно сделать. Для того, чтобы рыба удочку вашу не тащила. Вот. И когда вы подсекаете уже, вот этот фрикцион, то есть вы подсекли, начали крутить, и вот она отщелкнулась, и уже будет фрикцион работать, вот видите, уже туже. Тот, который для режима вываживания у вас. То есть довольно полезная вещь, как я смотрю. Вот видите, уже туже. Переключаю сюда. Тут уже как-то крутится. Раз, переключили. Уже потуже. Ну и сейчас мы взвесим данную катушечку. Сколько же она весит? Сразу говорю, она такая увесистая, прям в руке чувствуется. Вот. Вес ее составляет 335 грамм. 333 грамма вес данной катушки. Более точнее получается. Ну и в принципе для фидера подойдет любая спиннинговая катушка. Но вот эта вот функция байтраннера очень поможет, если вы рыбачите ни на одно удилище и вам приходится отходить, чтобы рыба не утянула вашу удочку. Вот. Нужно включать байтраннер. Байтраннер это больше такой как раз для фидера. Фидерная катушка. Так что увидите, если байтраннер на катушке, то для спиннинга, если для спиннинга ищите катушку, то я думаю, смысла нету с байтраннером покупать, так как они подороже немного все-таки. Ну и я в принципе рыбачил нормально на фидеры спиннинговой катушкой. Вот на данном видео я использую катушку Адмирал, про которую я уже рассказывал неоднократно. В принципе всем устраивало, но вторую катушку я купил для второго удилища, так как собираюсь ловить сразу на два удилища. Чем это полезно, что допустим одно удилище закинули там одну наживку и второе другую наживку. И таким образом определяете на какую наживку клюет данный день рыба и ловите уже потом. Ну а на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok